Всем привет! Меня зовут Настя. Добро пожаловать на канал Рестайл Студио. И мы с вами очень давно не виделись на этом канале. Вы соскучились? Я соскучилась. Раньше у нас в инстаграм Рестайл Студио была рубрика, где я делала обзор своей коллекции сумок. Но мне показалось, что в ютубе она будет смотреться еще лучше, потому что это будет более наглядно для тех, кто раздумывает о покупке, возможно, такой сумки. И это может быть интереснее для тех, кому просто эта тема близка, кому она нравится. Сразу веду в курс дела тех, кто не знает. Я коллекционирую люксовые сумки. На сегодняшний день в моей коллекции где-то 20 штук. Но это не точно. У нас будет хорошая возможность как раз их посчитать. И коллекционирую не простые сумки, а сумки с историей, имеющие отношение к истории брендов, истории моды и которые имеют инвестиционную ценность. Это большая часть. Есть, конечно, и просто для души, но их меньшинство. Я вам их тоже покажу. Я начала свою коллекцию 5-6 лет назад. И на сегодняшний день я уже могу по большинству сумок сказать, как они ведут себя в долгосрочной носке. Да, не в первый год, а через некоторое время, если их активно носить. И также мы сможем вместе проверить, выросли ли эти сумки в цене, если да, то на сколько и может ли сумка реально быть инвестицией. Сегодня мы будем делать обзор на сумку Шанель. И по совместительству это первая сумка Шанель, которая у меня появилась. У меня их в коллекции вроде бы 3. Я ее купила в 2018 году, поэтому определенно точно я вам могу сказать, что носится она очень классно. Я покажу, из чего она сделана, как она выглядит. И, конечно же, мы обсудим ее при рост цене, потому что он был невероятный. Но это позже, а пока посмотрим на нее. Эта модель называется Габриэль. Она вообще есть в трех размерах бренде Шанель. У меня размер мини. Я покажу вам потом ее на себе, потому что в камеру она ближе сейчас не очень репрезентативна. Но вот форму вы уже можете увидеть. В контексте этой сумки я предлагаю начать с истории, потому что она интересна появлением и исчезновением из дома Шанель. Дом Шанель знаменит своими культовыми сумками, которые создала еще сама Коко Шанель в середине прошлого века. И они были не только инновацией для бренда Шанель, они были инновацией для всего мира моды, для мира сумок. То есть Коко Шанель перепридумала женские сумки. Если до этого это были ридикюльчики, которые нужно было носить в руке, она придумала цепочки, за счет которых можно было сумку удобно носить на плече. И в бренде есть сумки, которые не менялись, например, с 50-х годов 20-го века. Но о них мы поговорим в одном из следующих видео, а пока возвращаемся к Габриэль. Итак, в бренде есть определенный пул культовых сумок, которые не меняются, продаются регулярно, перевыпускаются в зависимости от тематики коллекций. Они становятся разных цветов, выпускаются из разных материалов. И есть наравне с ними выпускаются сумки, которые появляются в одной коллекции и исчезают. Это какие-то интересные сумки-жемчужины, сумки-ракеты, сумки каких-то других форм, сезонные, которые приходят и уходят. И очень долго дом Шанель не выпускал ничего нового, что вошло бы в регулярную коллекцию. И вот в 2017 году креативный директор бренда Карл Лагерфельд выпускает новую малышку, которой прочат место в регулярной линейке наряду с Classic Flap и Boy. То есть Габриэль начинает выпускаться в каждой коллекции, меняется цвет, меняется материал, но форма остается с нами. Наверняка вы знаете, но я вам напомню, потому что в дальнейшем нам это будет важно, что Карл Лагерфельд был директором модного дома Шанель, был главным дизайнером на протяжении 36 лет с 1983 по 2019 год. И если бы я вам снимала видео в прошлом году, мы бы даже не обсуждали эту тему. Я бы вам сказала, что сумка из регулярной коллекции бренда перевыпускается. Вот, пожалуйста, есть классические цвета, есть сезонные цвета и ничего особенного. Но в прошлом году начали появляться слухи, и недавно они окончательно подтвердились о том, что бренд Шанель снимает Габриэль с производства. На сайте Шанель этих сумок уже нет, по запросу Габриэля мы можем найти только духи. В некоторых бутиках эти сумки еще можно найти, но производить их больше не будут. Бренд сильно сменил свою сумочную полицию... Полиция сумок, вы арестованы. Бренд сильно сменил свою политику относительно продажи сумок, сумки стали более дорогие, менее доступные, на некоторые нужно встать в лист ожидания. Но не только в цене, но и в самой линейке сумок произошли изменения. Появилась Шанель 19, появилась Шанель 22, к 19 я абсолютно равнодушна, она мне не нравится. А вот к Шанель 22 я очень крепко присматриваюсь уже некоторое время, напишите, как вам нравится какая-нибудь из них. Так вот, эти сумки сместили Габриэль, и теперь это выглядит так, как будто бы у бренда будет своя вот эта вот регулярная коллекция сумок с историей, и как будто бы будут появляться новые модели, которые постоянно смещают друг друга. Если вы вдруг расстроились, что я неудачно вложила деньги в сумку, с которой что-то не то, ее больше не хотят выпускать, или же вы являетесь обладательницей такой сумки и переживаете, то не переживайте, снятие с производства работает сумки только в плюс. Это означает сокращение предложения и недоступность сумки, а это как красная тряпка в мире моды. И у всех модниц, у всех коллекционеров мира и неравнодушных к люксовым сумкам опускается забрало, и мы такие, в смысле эта сумка мне недоступна? Я должна ее получить. И да наступит битва на модных реселлерах. И это первый плюс в копилочку роста цены. Расскажу, почему сумочку сняли с производства, и заодно рассмотрим ее поближе. Поговаривают, что снятие с производства этой сумки связано с тем, что ее очень сложно производить, гораздо сложнее, чем другие модели бренда. Давайте вспомним, как выглядят классические модели бренда Chanel и посмотрим разницу. Хорошая кожа, цепь, простой каркас, простая форма, одна фактура кожи. Новые, тоже мягкая, однородная кожа, та же цепь. Да, высокое качество, но ничего сложного, ничего особенного. Теперь взглянем на Габриэль. Твердый каркас. Обычно он лаковый. Мягкая, немного состаренного эффекта кожа сверху. Еще одна фактура кожи на язычке и на ручке. У меня здесь еще лаковый градиент. Четыре цепи. Цепи разного цвета, разный металл, разного металла фурнитура. Еще один металл здесь на язычке. То есть сумка сложная в производстве. Но сумки Chanel очень дорогие, бренд может себе позволить производство и такой сложной сумки. Тогда в чем дело? Дело в том, что бренд поднял цены на все свои сумки практически в два раза. Но культовые сумки дома Chanel всегда дороже, чем новые модели. Габриэль 1922 всегда будут стоить дешевле, чем классик Flappy Boy. На новую сумочку как бы не поставишь цену в 10-11 тысяч долларов, говоря, что вы покупаете не просто очень качественную сумку, а вы покупаете сумку, которая имеет отношение не просто к истории модного дома, а которая произвела революцию в мире сумок. Ну то есть это первая сумка в современном виде, такая как мы ее знаем. Вот пожалуйста, хотите такую же 10-11 тысяч долларов. Но с Габриэль 1922 такая история не пройдет, поэтому эти модели всегда будут дешевле. То есть такая сумка априори не может стоить столько, сколько классик Flappy, но в производстве она гораздо сложнее. Нелогично. Поэтому ее сместили более простые 1922. Ну это не официальная информация, модный дом по этому поводу своих комментариев не дает, поэтому как вы думаете, так это или были другие причины. Итак, вернемся к инвестиционной ценности. Первое, о чем я не знала при покупке, но мне очень повезло и что я не могла прогнозировать, что эту сумку снимут с производства. А для роста цены это вау, выяснили. Второй фактор, резкий скачок цен в бренде Шанель. Бренд отстраивается от другого люкса, вроде Валентина, Гуччи, Прада и так далее, и хочет перейти на уровень сумок бренда Hermes. Это тоже нельзя было спрогнозировать, и такой информации не было, поэтому здесь мне тоже повезло. Сейчас скажу, за сколько ее купила я. В 2018 году летом сумма моей покупки составила 260 тысяч рублей. Но в 2021 году в том же бутике, где покупала я, она стоила уже 360 тысяч. Для тех, кто не живет в России и вообще для всех, будет полезно оценить также прирост цены в долларах, потому что на российском рынке прирост может быть связан не столько с ростом цен в бренде, сколько некоторыми перепадами курса валют, назовем это так. Итак, если мы оценим рост цен на рынке США, то в 2017 году, когда сумка была выпущена, она попала в бутики по цене 3000 долларов. А в 2021 году она была уже 5000 долларов. В целом, покупая сумку в Шанель, вы можете рассчитывать на естественный рост цены, и когда вы, например, через несколько лет продаете БУ сумку, вы ее продаете по той же цене или даже выше, чем вы ее купили. То есть вы здесь ничего не теряете. Собственно, я и рассчитывала на этот естественный рост цены. Но случилось еще кое-что, и это третий фактор, который повлиял на стоимость роста сумки. Смерть Карла Лагерфельда. И как бы грустно это не звучало, но эта последняя сумка, которую он придумал, так еще и повысили цены и сняли с производства. На модном рынке это просто джекпот для инвестиционной стоимости вещи. Как и художники, когда они умирают, деятели искусства, их работы начинают цениться выше и стоят дороже. Также это происходит и в мире моды. Мода тоже высокая мода, особенно тоже часть искусства. Ну а Карл Лагерфельд имеет огромнейшее влияние на индустрию моды. И сейчас будет совсем скоро Мэтт Галла, темой которого является как раз личность жизни творчества Карла Лагерфельда. И в целом он очень заметная и культовая фигура в истории моды 20 и 21 века. Ну давайте прямо сейчас зайдем на Вестиер Коллектив и посмотрим, сколько составил прирост цены на сегодняшний день. Ну средняя цена за сумку в хорошем состоянии, а эти сумки очень хорошо носятся, они супер носки, мы об этом еще поговорим. Средняя цена составляет 4000 долларов, то есть я могу ее продать уже дороже, чем я купила. Но в этом случае я рекомендую придержать сумку, если у вас есть Габриэль, не продавать ее сейчас. Потому что через 5-10 лет очень много вероятно, что цены на Габриэль вырастут в разы. Если бренд решит когда-нибудь перезапустить эту сумку, такое случается, бренды делают ремейк, как это было, например, у нейлоновой Прадо, или как это было у Багетта Фенди, которые, кстати, тоже будут в обзорах, рост цен за один день, за одну ночь на эти сумки мог составить x10 на реселлерах. Давайте теперь оценим ее с чисто практической точки зрения. Сумка супер ноская, этот лак и состаренная кожа не дают ей царапаться, плюс любое загрязнение с нее легко удалить. Я обожаю этот цвет, хотя черно-белый самый популярный, но этот голубой мне нравится гораздо больше. Сочетаемость одна из фишек этой сумки за счет этих цепей, за счет своей формы, да, вроде и мягкая, а вроде и жесткая. Она работает как с трениками, так и с коктейльным платьем. Вместительность у маленькой Габриэль невысокая, но в нее влезает все, что мне необходимо. Внутри есть большое отделение и кармашек на молнии. Внешних карманов никаких у нее нет. Можно носить ее на одно плечо, можно носить через плечо, но самое красивое это, конечно, перекидывать цепи на оба плеча. И эта фишка этой сумки, она выглядит потрясающе. Итак, я предлагаю в конце делать оценку этой сумки по разным категориям. И эту оценку, и вашу общую оценку я буду прописывать в комментариях к этому видео, и будем проверять, насколько мы сходимся. Вы можете выставить свою оценку. Итак, Шанель Габриэль. Сочетаемость абсолютная десятка. Носкость тоже, она не портится, ни формы, ничего. Это просто в ней потрясающее качество. Инвестиционная ценность тоже десятка. Ну и удобство. Для меня эта сумка суперудобная. Я полагаю, маленькая, не всем может быть удобно. И не все любят жесткие каркасы, поэтому это моя индивидуальная оценка. Если что, я не все буду сумки оценивать только на десятки. Это только в этом обзоре. Ну и в целом, это одна из моих любимых сумочек в коллекции в жизни, поэтому моя оценка 10 из 10. Свою оценку пишите в комментариях, будем формировать мой рейтинг и ваш рейтинг тоже. Ну, а я рада была наконец увидеться с вами в ютуб формате. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно напишите мне, как ваши дела, дайте мне какой-то фидбэк. И сейчас на экране появятся сумки, и вы можете выбрать следующую, какую мы будем разбирать. Спасибо огромное за просмотр. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok